Продолжение следует... 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 каждому ученику, родителям, учителям в онлайн-режиме наблюдать все процессы, происходящие в организации Олимпиады. Начиная от открытия, раздачи заданий и процедуры, как ребята работают над задачами Олимпиады. Имеется все возможности транслировать из каждой аудитории. Затем, после завершения Олимпиады, все работы будут проверяться методическими комиссиями, и эта процедура тоже будет демонстрироваться в онлайн-режиме. Во всех социальных источниках, в специально созданном сайте, все мы можем видеть, все этапы проведения Олимпиады. Конечно, это проводится с целью, чтобы поднять уровень качества проведения таких мероприятий, обеспечить открытость, чтобы ни у кого не появилось сомнение, что что-то было сделано не так. И самое главное, чтобы участники Олимпиады, ученики, это ребята, прибывшие из всех уголков нашей страны, чтобы они навсегда увидели, запомнили, что успех в их жизни – это свой личный успех, основанный на знаниях, на стремлении и движении вперед. Больше никакие факторы не могут быть поводом для успеха их личного. Замечательно. В нашем эфире уже утром мы транслировали церемонию открытия Олимпиады, торжественную церемонию открытия, которой присутствовал заместитель министра образования и науки Крымской республики, господин Салидин Кадыркулович. И представили преподавателей, которые являются председателями жюри комиссии по тем или иным школьным предметам. Поскольку предметам проводится Олимпиада сегодня в нашем университете? По каким примерно хотя бы? Всего 10 предметов. Из них 5 есть, естественно, научные, как химия, биология, физика, математика и гуманитарная наука, история, языки. И по каждому предмету министерством создана методологическая комиссия, они разрабатывали задания, вопросы. Из 10 этих предметов по 3 предметам метод комиссию создали из преподавателей наших университетов. Это биология, химия и английский язык. Мы взяли на себя полностью и материальные расходы, покупку всех необходимых материалов для того, чтобы обеспечить студентов всем необходимым в процессе выполнения заданий. Напоминаю нашим радиослушателям, что в специальное интервью у нас участвует этот проректор, первый проректор Крыско-Турецкого университета МАНАСС, господин доктор-профессор Аслабек Атамурзаевич Кулмурзаев. Он упомянул уже для наших радиослушателей, напоминаю, что у нас Олимпиада, сама церемония открытия, она транслируется в прямом эфире, в онлайн-режиме, на страницах в Фейсбуке, в Ютубе Крыско-Турецкого университета МАНАСС, а также на сайте в Ютубе и на Фейсбуке Медиа МАНАСС Киджи. Вы могли посмотреть, в каких аудиториях, как раздавались материалы для этих, как студенты, точнее школьники, рассаживались уже по своим местам, и как преподаватели, как в качестве наблюдателей участвуют в проведении этой Олимпиады. В качестве наблюдателей, кто был приглашен? По решению оргкомитета проведения Олимпиады, решено, что Крыско-Турецкий университет МАНАСС обеспечивает 50% наблюдателей, и 50% это сотрудники Министерства образования и науки. Замечательно. В онлайн-режиме родители, так скажем, болельщики этих школьников могут посмотреть именно вот, как проходит Олимпиада, может быть, на будущее школьники, которые помладше, они смогут посмотреть и уже готовятся к будущей Олимпиаде. Скажем так, призеры этих Олимпиад, обычно республиканских, они становятся как бы первоочередными, скажем, абитуриентами в поступлении для втельной вузы. Есть ли какие-то преимущества для призеров республиканских Олимпиад при поступлении в наш университет? Конечно. По специальным постановлениям в этом плане победители Олимпиады имеют право зачисляться вне конкурса на любую выбранную им специальность в любом вузе, в том числе и нашим, поскольку мы Кыргызско-Турецкий университет МАНАСС, являемся университетом, находящимся в прямом подчинении Министерства образования и науки Кыргызской республики. Поэтому эти ребята тоже получают право поступления без конкурса в наш университет. Благодарю нашего первого проектора Кыргызско-Турецкого университета МАНАСС, это Асулбека Атамырзаевича Акулмырзаева, профессора доктора. Он рассказал сегодня о том знаменательном событии, которое происходит сегодня у нас в Кыргызско-Турецком университете МАНАСС. Дело в том, что сегодня, как сказал наш господин профессор, в нашем университете проходит по 10 школьным предметам, пиады республиканского уровня для школьников. И сегодня у нас знаменательный день на радиостанции. Дело в том, что 17 лет назад, 25 марта 2000 года, радиостанция МАНАСС вышла в эфир города Бишкека. И вы, поскольку являетесь непосредственным руководителем деятельности радио МАНАСС, ваши пожелания нашим радиослушателям? Я тоже присоединяюсь к поздравлениям в адрес МАНАСС Радио СФМ. Это наш один из первых проектов университета было в создании медиа источников. И вот 17 лет прошло, и сегодня география вещания нашей радиостанции очень расширилась. Мы надеемся, что мы еще раздвинем эти границы. В команде этой радиостанции работают очень талантливые, настойчивые, творческие молодые люди во главе со своим руководителем. Их уже в Кыргызстане знают поименно. Надеюсь, что эта команда будет увеличиваться. Туда будет приходить новое поколение творческих журналистов, радиожурналистов. В свою очередь мы, руководство университета, даем слово, что всегда будем оказывать всемирную поддержку, чтобы радио Манас ФМ заняло достойное свое место в средствах массовой информации Кыргызстана. Спасибо большое. И невольно веришь уже в цикличность истории. Дело в том, что наше вещание о радиостанции Манас начиналось не только в эфире в городе Бешкека. Дело в том, что осенью 99-го года наша радиостанция начала вещание в интернете с трансляции международной научной конференции по кардиологии, на которой собрались кардиологи со многих стран мира, с России, там из-за рубежа, с Турции, скажем так, из Кыргызстана. И сегодня, опять же, мы работаем в новом формате, в онлайн-режиме. Для Фейсбука, для Ютуба мы транслируем уже новое поколение будущих ученых, которые будут взращивать науку Кыргызстана. И в этом нам помогли наши руководители, как радиостанции нашей управления радиоучеления Манас, так и руководство нашего университета Манас. Напоминаю, что сегодня в нашем эфире радиостанция Манас об олимпиаде республиканского уровня для школьников по 10 школьным предметам. Нам рассказал первый проектор Кыргызстана Манас профессор доктор Асалбек Атамурзаевич Кулмурзаев. Благодарю вас за участие. Всего доброго. Спасибо, желаю удачи.